Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава второго послания Петра для библейского портала экзегет. Я читаю свой собственный перевод. И вот первая глава у нас завершилась на таком утверждении громком и немножко туманном. Пророчество приходило не по воле человека, оно от Бога, его произносили люди по действию Духа Святого. И понятно, что смысл здесь относится к толкованию пророчеств, к тому, что для его истолкования тоже нужно некоторое воздействие Святого Духа, а не только для его произнесения. Но хорошо, но пророков-то много, и не все говорят правду, и не все на самом деле пророки. А как разобраться? Легко сказать «я пророк» и начать говорить, что в голову взбредет. «Впрочем, бывали в народе лже-пророки, как и среди вас, будут лже-учителя. Они протащат к вам свои губительные ереси, отрекутся от владыки, который их приобрел за выкуп». Имеется в виду, естественно, искупительная жертва Христа. «Так они навлекут на себя скорую гибель. Многие последуют за собственным распутством. Из-за таких людей путь истины подвергнется поруганию». Путь истины очень необычное, но на самом деле известно самоназвание христиан. Путь истины. Христианство — это путь. Это не сборник всяких там обрядов, ритуалов, догматов, правил, утверждений, хотя они там есть. Это не политическая или религиозная какая-то группировка, какой-то вот орден, который построен по определенной иерархии, хотя и это там есть. А это путь, по которому идет человек вместе с другими людьми. И вот путь подвергнется поруганию. Он не исчезнет, но вот некрасиво получится. Поругают этот путь. В поисках наживы они станут подкупать вас притворными речами, но на самом деле они давно осуждены неизбежать им погибели. Вот хорошо бы разобраться, как нам отличить подлинных пророков от фальшивых и учителей, то же самое. Но Петр вдруг сворачивает в другую сторону. «Ведь Бог даже ангелов не пощадил, когда они согрешили. Заключил их преисподнюю в оковах мрака и держит там для будущего суда. Он не пощадил и прежний мир и сохранил лишь восьмерых, включая Ноя, вестника праведности, когда навел потоп на мир, населенный нечестивыми». В каком-то смысле вот эти слова, они помогают нам лучше понять то, что мы читали в первом послании Петра. Там загадочная такая фраза про весть, которую Христос принес духом, содержащимся в темнице. Вот здесь картина гораздо яснее, чем там. Некие духи были заключены в оковы мрака, ангелы, которые согрешили. И то, что упомянут здесь Ной, возможно, подразумевает, что под этими духами имеется в виду сыны Божии, как называет их книга Бытия, шестая глава, которые вступали в какие-то странные союзы с дочерьми человеческими. Ну, можно в этом видеть, конечно, брачный союз, а можно видеть вот какой-то культ, который, как достаточно часто в Ветхом Завете, сравнивается почитание единого Бога, так и этот культ сравнивается с браком. И вот здесь получается, что эти духи, которые сводили людей с пути истины, они были заключены в темницу и ожидают некоего конечного суда. Интересно, об этом напрямую ничего не сказано, но можно так предполагать. «И города Содом и Гаморру Бог осудил на уничтожении и испепелил, в примере назидания нечестивцев, но избавил от гибели праведника Лота, которому опостылило жить среди преступного разврата. Мучительно было этой праведной душе видеть и слышать изо дня в день беззаконные дела. Да, Господь умеет избавлять праведников от искушений, а неправых Он держит под стражей до дня суда». Смотрите, говоря уже о учителях, он упоминает сначала ангелов неких, которые отпали от Бога и совратили с пути людей, вот если уж с ангелами Бог поступил сурово, то тем более с людьми, учителями. И, конечно, происходит некоторое разделение тех, кого Он спасает, ноя с его семейством, от тех, кого Он губит, вот весь мир при Ное или Содом и Гаморру при Лоте. И прежде всего тех, кто движим грязными плоскими желаниями, кто презирает власти. Эти самоуверенные наглецы не боятся бронить прославленных. Не очень ясно, о чем идет речь власти, прославленные небесные ангелы, которых бронят люди, руководители церковной общины, может быть, даже земные власти, хотя вряд ли так уж Петр уважал Римскую империю, которая была гонителем христиан, в том числе и его самого. Но, во всяком случае, те, кто отвергает авторитет и кто очень, скажем так, снисходителен к своим плотским желаниям. Ангелы превосходят таких людей силой и мощью, но даже они не выносят им обвинительного приговора от имени Господа. Тоже вот интересно. Он одновременно их резко порицает и не осуждает, и воздерживается от какого-то осуждающего суждения. Вот Господь их накажет, как он сочтет нужным, а я, говорит он, не берусь решать. Но я готов предупредить, в чем их опасность. И, кстати, вот и ответ на вопрос, а как определить лжеучителя, лжепророк или настоящий. Эти люди ругают то, чего не понимают. Они как бессмысленные животные, которые по своей природе родятся, чтобы их ловили и губили. И погибнут они так же, как те животные. Ругают то, чего не понимают. Хороший признак. Тогда получается таких очень много в жизни, особенно в соцсетях. За свою неправду они получат, что за нее причитается. Они находят удовольствие в забавах при свете дня. И когда они пируют с вами, лишь забавляются собственным обманом. Вам воскринение и насмешку. То есть это какая-то не шутка, не ирония, не игривость, а это вот какой-то цинизм, когда человек над всем глумится, когда человек все превращает в повод для насмешки, для издевательства. У них пред глазами только распутство, непрерывные грехи. Они охотятся за незрелыми душами, а сердце их привычно к жадности и ждет их проклятия. Вот тоже целый ряд признаков. Распутство, погоня за теми, кто готов их слушать, жадность, и вот это все кончается плохо. Оставив прямой путь, они заблудились и подражают Валааному, сына Васора, который пожелал прибыли от неправедного пророчества. Ну, речь идет, конечно, о пророке Валааме, который был нанят для того, чтобы проклясть Израиль, он, правда, не стал этого делать, но, собственно, ангелы вмешались, чтобы его отвратить, а так-то он за деньги согласился. И кто же обличил его в беззаконии? Бессловесное животное под седлом заговорило человеческим голосом и остановило безумие пророка. Это Валаамова ослица знаменитая, такой очень странный эпизод Ветхого Завета, когда ослица обличала пророка. Такой немножко сказочный на первый взгляд, но, с другой стороны, это история про то, что можно быть великим пророком и не понимать простых вещей, а можно быть ослицей и их понимать гораздо лучше. «Эти люди, пересохшие источники, гонимые бури облака, мрак и тьма уготованы им, они произносят напыщенную чушь и ловят на приманку телесных желаний те, кто едва начал отходить от жизни во лжи». Опять вот это телесное желание, как приманка, то, что у человека у любого есть, но не должны они им господствовать. «Вот, чем мне захотелось, то я и буду делать». Вот это не христианский путь. «Они обещают таким свободу нас сами, они рабы погибели, ведь всякий становится рабом того, кто его победил». Вот понятие христианской свободы. Очень много, они говорят, апостолы. «Христос искупил, освободил от власти греха, смерти». И христианин не раб закона, он свободен. Об этом много пишут и Павел здесь. Петр меньше, чем Павел, он тоже об этом говорит. Но подлинная свобода, когда человек никому не рабствует, прежде всего греху. А ведь такое вполне может быть даже с человеком, который освобожден Христом. Такие люди познали Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, отошли было от грязи этого мира, но снова запутались и попали к ней в плен, что для них еще хуже прежнего. Лучше бы им было никогда не знать пути праведности, чем познать, а потом отказаться от переданной им святой заповеди. Вот какая поговорка точно к ним подходит. Пес к своей блевотине вернулся, и еще отмыли свинью, пошла в грязи валяться. Довольно зло ругается, не правда ли? Вот неловко даже такое читать в Библии, как могут такие грубые слова быть. Но смотрите, а при этом он говорит, даже ангелы не выносят приговор об этих людях. Он оценивает поступки, но он не оценивает людей. Вот это невероятно важная вещь. Он говорит очень резкие слова про то, как они себя ведут, но он предоставляет речь от их судьбы в вечности, и, конечно, на этом он не заканчивает. Хотя он много будет еще ругаться в третьей главе, ну, значительную ее часть, но в ней он поговорит скорее о том, как жить в надежде. Вот ругань должна становиться основным содержанием проповеди, хотя довольно заметную часть проповеди у Петра она занимает.